Будь проклят тот, кто придумал эту систему поворота распредвалов на Audi Система вообще на самом деле работает очень плохо И на высоком давлении, как только у вас давление масла выше, чем, скажем так, на заводских тачках На высоких оборотах там происходят процессы И, скажем так, клапанам там не особо хорошо становится Все это я к чему клоню? Все это дело распилил, посмотрел, как это все устроено В общем, владельцам 4.2 я могу предложить изготовить определенную партию глухих вот этих натяжителей То есть убрать, грубо говоря, все системы поворота вала Как у BMW мы убираем ваносы, так на Audi сделать вот эти вот глухие натяжители Кому это интересно, отпишите, пожалуйста Либо я это сделал в единичном экземпляре клиента Теперь мы видели все Между прочим, работает почти как V8 Зачем вам тогда V8? Звучара-то какая, а? Однако один плюс огромный у пятого поколения моторов есть Сюда поставили нормальный человеческий сальник Видите, какой он мягенький И он нормального действия Ну, то есть он чашечкой сюда развернут Сюда поддавливает и плотнее прижимает к колену его У третьего и четвертого поколения стоит вот такой сальник Это дрянь, которая просто течет всегда новая, старая, бушная, не бушная Притом бушная, меньше течет, чем новая Потому что он хотя бы устроен с другой стороны То есть, видите, да, как бы у него чашечка направлена наружу Такой вот парадокс Что они-то сделали? Притом он пластмассовый Если хвостик полируется А это вполне себе постоянная процедура Вот эти сальники гори, они нафиг Они всегда текут Так Мой моторчик Надо его вскрыть Пересмотреть весь Что с ним за сезон произошло Собрать и продать Итак, ну вот я его разобрал Тут пароход у него все лежит Вот в таком он тут состоянии Никаких подертостей нету Какой-то мусор он, конечно, жрал Потому что фильтр все время у меня жирает Вот его поршень Помыл-то я его тряпочкой Ну, потер А вкладыши от него Вот Ну, я их там снял Визуально особо ничего там нет Как-то мусор летел Но это скорее Вследствие того, что я его завожу И не грея, там Газуешь верхние обороты Фильтр открывается И мусор, понятно, летит Но самое смешное в другом Вот головка от него Тоже тут я его помыл Чтобы было видно, что тетон О, хорошо Так вот, на клапанах Совершенно не пообгорали надписи Итак, ну и на тему зазоров На этом моторе я изначально сделал очень большой зазор Для того, чтобы понять, что на что влияет Скажем так, на надуве Здесь зазор Блок-поршень 15 соток Поршень литой, не кованный Зазор в кольце За щупиком не летит и телень Я вам так померю Штунгельку Колечко Вот наш замок Вот такой у него зазор Короче, миллиметр И, в принципе, все У меня его работает Во втором кольце тоже Наддув 085-095 Вот такие вот дела Сепаратор В одной крышке Но высокие Так Видно Какой-то гидричек Подзаклинил Отсечечки Отсечка высокая Ну, 7, как бы, у меня Но при этом Мотор полностью работал Без никаких проблем Ой Тут все в линию А тут чутка На сантик в сторону Но Компрессия везде была ровная И он, ну, вообще Без проблем отработал Но сам факт Такой момент Я просто ненавижу Пьяных Водителей Пьянство Убой Ха-ха-ха-ха-ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok